Следующий вид. Враг человека, мы сказали, иллюзия, то есть вожделение, гнев, жадность, иллюзия. Гордость там, где вожделение находится, это именно тот же враг. А зависть? А вот зависть – это следующий враг, или злоба. Зависть или злоба – это одно и то же. Это пятый враг человека. Это страшный враг, который разрушает человеку всю судьбу. То есть вот иллюзия, да, уж бросила всё, полмотала за счастьем, да, получила несчастье. Это иллюзия. А зависть или злоба – это что такое? Тогда человек начинает осуждать кого-то, критиковать его, начинает злиться. За что? За какие-то правильные… То есть это правильное осуждение, то есть есть недостатки у человека, но человек раздувает эти недостатки до безумия просто. Он только одни недостатки начинает видеть человек, ничего хорошего не видит. Это называется зависть. То есть почему это происходит? Это как бы, ну вот, допустим, если вы мне скажете, Олег Геннадьевич, вы знаете, я начала слушать лекции одного человека такого очень хорошего. Он врач одновременно и лектор. И вот, ну и хорошо лечит очень. Я у него в основном теперь ваши лекции не слушаю. В основном его лекции слушаю и лечусь у него. И как вы думаете, это хороший человек? И скажешь мне, человек какого-то, то у меня в сердце возникнет такое… Захочется же, так сказать, наверное, не очень хороший. Это называется зависть. Или, допустим, молодой человек, в котором вы встречаетесь, вам скажет, что мне девушка другая понравилась. Как ты думаешь, это хорошее? Я говорю, это ваша подружка оказалась. Вот скажете, он скажет, как это, ты думаешь, это хорошая девушка? Вы скажете, нет. Это зависть. Ну, то есть зависть – это когда есть какая-то конкуренция, понимаете? То есть, ну, есть какая-то вот, ну, то есть, тебя сравнивают с кем-то, жизнь, судьба тебя с кем-то сравнивает, и у тебя как бы в сердце возникает такой незримый протест, понимаете? Это зависть. Надо ее себе в сердце ловить и побеждать. Трудно, но возможно. Есть еще злоба. Злоба – это страшная вещь, разрушающая судьбу, страшная вещь. Особенно, если злоба – это на верующих людей идет. Или на людей, которые посвятили себя каким-то добрым делам, Богу. Злоба на этих людей разрушает всю жизнь. Особенно опасно злиться на чужую веру. Часто люди культивируют в своем сердце злобу к другим религиозным системам. Допустим, кто-то евреев ненавидит, кто-то там масонов, еще кого-то, понимаете? Ну, люди ненавидят другие религиозные традиции, понимаете? Это очень опасное мышление. Оно разрушает всю судьбу. Человеку искренне кажется, что только его вера правильная, все остальные неправильные, все остальные секты – это все плохо, понимаете? Вот как определить, кто такой сектант? Вот кто такой сектант? Если человек всех ругает, все веры, кроме своей – это сектант. Причем интересно знать, что сейчас сектанты называются антисектантами, понимаете? Они себя называют антисектантами, и всех остальные традиции духовные критикуют, на чем свет стоит просто. Всех, кроме своей. Это и есть сектанты. Но сектанты – это не вера, понимаете? Внутри религиозной традиции какой-то есть сектанты, есть несектанты. Понимаете, есть люди, которые нормально относятся ко всем духовным практикам и культивируют только свое. Они верят в Бога, в свои традиции, но при этом уважают все остальное, говорят, хорошо, если у тебя такая вера, вот как бы занимайся, изучай. Это не сектанты. А сектанты, они считают, что все остальные демоны – это злые люди, понимаете? Они считают, что это демонизм – верить в Бога не так, как они верят. Это злоба. Вот эта злоба, это является препятствием на духовном пути у этих людей. Они должны это препятствие преодолеть, и тогда Бог их примет. А пока они будут злиться на людей, на их веру, на других людей, они к Богу не приблизятся. Это невозможно. Бог же создал все эти традиции духовные. И как определить, что это правильная вера? В ней есть священное писание, в ней есть цепь ученической преемственности, в ней и в правильной вере есть духовное знание, есть духовные правила, духовные принципы, есть святые люди. Святость есть в правильной вере. В правильной вере есть… Она проверена временем. Сотни лет она существует неповерженно. Правильная вера. Неправильные веры возникают в уме какого-то человека. Не основаны на священных писаниях. Человек говорит, что меня молнией по голове ударило, и теперь у меня озарение наступило, и я теперь могу вам дать знание, как правильно жить. Это неправильная вера. Или человек говорит, что не диктуют священное писание. Кто тебе диктует? Ты изучал, кто диктует? Вот ангелы не диктуют никому ничего. Потому что они, человеку дают знания очень мало, и то, если он сильно заслужит. Например, мать Тереза только одно слово с неба слышала. Несколько, одну фразу только касающуюся ее миссии. Потому что то, что она делала, это в ее ордене религиозном было не принято. Заботиться о бездомных там и все. Не считалось, что не надо это делать для Бога. И Бог ей сам сказал, понимаете, и было откровение, что для меня это надо делать. В результате возник новый орден. Другое течение совсем, которое сейчас существует. Понимаете? Откровения, небольшие откровения какие-то. Несколько раз было у Сергея Радонежского откровение. Серафим Саровска. Ангелы дают знания очень редко человеку. А вот демоны дают всегда, когда человек хочет быть особенным. Вот хочешь, допустим, быть миссией, они сразу тебе наплетут там, бошку, много информации. Когда у тебя такое желание возникло, сразу тебе начнут диктовать, что-то ты будешь писать. Все будет сбываться. Потому что у них тоже есть видение судьбы, у этих низших живых существ. В этом очень опасно, понимаете, в этом мире. Вот у духов тоже есть способность видеть человека, чувствовать. Разок. Одна женщина, в неё вселился дух. Ну, значит, сумасшествие всегда означает, что... Что такое сумасшествие? У человека слабеет психика, тонкое тело слабеет. И так как человек сам не может контролировать своё тонкое тело, в него входит дух. Это живое существо, которое живёт в тонком теле, чаще всего, которое закончил жизнь самоубийством. И человек, если самоубийством жизнь закончил, ему дальше следующее тело не даёт Бог. Пока он не проживёт свою жизнь в тонком теле, а он не может сам жить, ему надо жить с помощью кого-то. И поэтому он использует психику других людей, чтобы дальше жить. Ну, и вот я начал общаться с этим духом. Женщина себя не помнит в это время, сидит, не соображает. А дух со мной разговаривает. Он говорит, ну что, ты меня убедил? Молодец. Что ты со мной сделаешь? Я говорю, тебя выгоню сейчас из этого тела. Раскаивайся и получай новую жизнь. Что ты здесь мучаешь людей? Он говорит, не твоё дело. С духом я общался. И говорит, сейчас будешь много разговаривать, сам с ума сойдёшь. Это она со мной, женщина, разговаривает словами духа. Можно на духов влиять с помощью камней разных, можно с помощью семян. То есть надо усилить просто психику человека, и дух сразу выходит, потому что у него там не остаётся места, негде жить. Мне разок один ребёнок также подвержен духом был. Я взял ему, поставил камни, правильно всё сделал. И такой ребёнок маленький, 5 лет, старческим голосом так он говорил, мне жарко, убери эти камни, снимите, осменяйте камни, мне плохо. Такой этот дух, я говорю, матовый, матовый. Так мы вылечили этого ребёнка, дух вышел из его тела, потому что ему жарко стало там жить, прижарило его. Видите, это тоже надо знать, что это всё существует в этом мире. Но бояться не надо, потому что когда женщины особенно боятся злых духов, страх сам притягивает этих. Как избежать злого всего? Чтобы избежать зла, для этого надо думать о нём не положительно, не отрицательно. Думать о хорошем, о чём-то. Допустим, если вы боитесь зла, злых духов, значит вы в прямой контакт с ними попадаете. И кто помогает вам получить контакт с этими злыми силами? Как вы думаете, кто? Кто является проводниками злых духов? Я же не в земли. Ну, это да. Мы об этом ещё поговорим. Проводниками злых духов являются бабки-гадалки. Запомните. Вот вы приходите к такой бабке, она говорит, вас сглазили, вас испортили, крест одинаково на вас. Вот. И вы ещё деньги за это платите. Вот когда вам говорят о злой судьбе какой-то, да, вас притягивают к этим злым духам. То есть если вы поверили, что вас сглазили, испортили, в этот момент злой дух в вас зашёл. Есть ещё некоторые психологические практики, которые тоже граничат с этими духами. Вот, например, вы захотели узнать о себе то, чего не положено вам узнать. Например, свою прошлую жизнь, да, решили узнать. И вам предлагают такую практику. Вы как бы начинаете быстро-быстро дышать. Время быстрого дыхания у человека истончается тонкое тело. Он входит в полусознательное состояние. И у него в это время есть желание узнать о своей прошлой жизни. Что, думаете, он получит знание о своей прошлой жизни? Нет. В его психику в этот момент входит дух, злой дух, который ему показывает не его, человеку, это прошлую жизнь, а свою. В результате человек выходит из этого состояния. О, я, говорит, знаю теперь свою прошлую жизнь. И он вспоминает чью прошлую жизнь? Злого духа. В результате что получается? Дух входит в него. И он потом попадает в домик неизвестного архитектора, понимаете? Где необычная конструкция такая. Двери открываются только с одной стороны. И решетки не снаружи окон, а снутри. Понимаете? Чтобы в этот домик не попасть, не ходите на голотропные всякие эти практики. Это очень опасно. Потому что там вы не узнаете правды о себе. Вы просто попадете под влияние духов. Запомните, дешево, дорогое никогда не купишь. Почему вы не увидели свою прошлую жизнь, не знаете свою прошлую жизнь? Почему? Потому что недостойны. На самом деле, если вы хотите знать правду, то вы часто видите во снах свою прошлую жизнь. Например, кто-то во сне летает. Это значит, что в одной из прошлых жизней вы были птицы, запомнили этот опыт. Кто-то, допустим, в возне кого-то жрет. Значит, вы были хищным животным. Допустим, вы во сне видите какую-то любовь, любите кого-то, да? Но вы не знаете этого человека. Это ваша прошлая жизнь или позапрошлая, или позапозапрошлая. Я вам это говорю, потому что я это изучаю. Я могу во сне увидеть конкретно, что я вижу. Понимаете? То есть я бываю, вижу во сне и вижу, откуда это взялось из моей судьбы. Потому что я научился это видеть. И вам тоже утверждаю, что часто во снах человек видит свои прошлые жизни. Он видит какой-то опыт, который он уже забыл. Понимаете? Но этот опыт в его жизни существует. Он никуда не делся. И поэтому он всплывает во сне. Мы живем вечно, и у нас много жизней до этого было. Поэтому придет время, вы узнаете все про себя. Может быть, не в этой жизни. Когда человек становится мудрецом, у него открываются все прошлые жизни, веды говоря. Он все-все-все про себя узнает. Где он жил, как, зачем, какой опыт получил. Все узнает о себе со временем. А сейчас надо просто развиваться как личность. В этом цель человеческой жизни. Если вы не развиваетесь, вы не узнаете ничего. Эти сомнительные практики все, гипнотические, всякие состояния гипноза – это тоже ворота, контакт с духом. Когда человек гипнотизирует, с ним устанавливают вот этот вот речевой контакт. То есть сначала человек попадает под речевой контакт. Понимаете? Потом человек выходит из состояния гипноза. А речевой контакт у него остается. У некоторых уходит, а у некоторых остается. И человек думает, что он контактирует с этим гипнотизером. Нет. Он в это время контактирует уже с духом злым, который принимает образ гипнотизера и продолжает ему что-то внушать. Так человек доходит до психушки. Поэтому этот метод, гипноз, это не метод ни для самопознания, ни для лечения. Это демонический метод, очень опасный. Никогда им не пользуйтесь. Итак, есть следующий, то есть злоба. Следующий враг человека – это безумие. Вот это то, о чем я сейчас говорю. Безумие означает контакт со злыми духами. Означает также вредные привычки. Когда человек курит, пьет, он контактирует с веселящим духом и с духом, который успокаивает человека. Вот через никотин действует дух, который снимает напряжение человека, но забирает у человека свободу. Он подсаживает на себя. Веселящий дух – это тоже дух, который дает человеку счастье взамен на волю. Вот человек, допустим, начал выпивать, он счастлив, но волю он теряет. Если ему надо быть счастливым в следующий раз, ему надо выпить. Он не может сам стать счастливым без спиртного уже. Потому что, чтобы стать счастливым, нужно от собой усилие волевое совершить. А человек уже не может совершать, потому что он зависим от духа. То есть, чтобы быть счастливым, ему надо контактировать с духом с этим. То есть, выпивать. Это опасная практика очень. Еще более опасная практика – это наркотики. Там уже другой тип духов действует. Это духи, которые вводят в мир иллюзии человека. То есть, человек погружается в эту иллюзию, ему дают ощущение бесконечного счастья в докотическом трансе. И человек потом уже не может без этого жить. Ему надо в это счастье войти, в этот мир иллюзии, где очень много счастья. И так человек постепенно разрушает свою жизнь. Это враги человека, они разрушают разум. Вожделение, гнев, жадность, иллюзия, злоба и безумие. Поэтому, вы говорите, у меня на работе постоянно люди разговаривают о каких-то злятся на что-то. Страна плохая, там, это все плохое – это злоба. Это враг человека. Бегите оттуда, не слушайте. Переключайте свой слух на чистые, светлые вещи. Переключайте свой слух на чистую.